Добрый день! С вами Светлана и мои арт-диологи. Сегодня у меня в гостях удивительный человек, знаменитый скрипач, замечательный музыкант Сергей Крылов. Сергей – скрипач-виртуоз, лауреат многих международных конкурсов. Среди музыкантов, с которыми он играет, такие как Михаил Политнёв, Борис Березовский, Валерий Гергия, Денис Мацуй, Дмитрий Китаенко и многие-многие другие. Мстислав Ростропович сказал однажды, Сергей Крылов входит в пятёрку лучших современных скрипачей мира. Серёжа является артистическим директором знаменитого камерного оркестра в Вильнюсе. Оркестру в этом году, между прочим, исполняется 60 лет. Михаил Политнёв, давний друг и коллега Сергея, часто доверяет ему свой оркестр. Это доверие очень ценно и о многом говорит. Также Сергей является членом жюри многих международных конкурсов, среди которых такие как конкурсы Менчайковского и конкурс Паганини. А ещё Сергей – замечательный ансамблист и просто хороший человек. Теперь слово Сергею. Привет. Привет. Серёженька, год пандемии, год коллапса в культурной сфере. Для тебя это год фрустрации или год каких-то новых открытий, новых вдохновений? Слава Богу, это не год фрустрации. Ещё только вот этого не хватало. Хотя я знаю, что у многих моих коллег случаются разные психические срывы на тему отсутствия работы или каких-то других ситуаций, которые, конечно же, пандемия уносит, да, уносит работу, уносит всё. Но у разных категорий музыкантов, которые работают в оркестре, работали или теперь не работают, или какие-то другие ситуации. Конечно же, всё это тяжело, но в моём случае этот период времени, безусловно, дал мне много возможностей. Точнее, я забрал эти возможности. Я использую до сих пор эти возможности, потому что у меня, наконец, появилось время. Не так много, но оно появилось, тем не менее. И это как раз то, в чём я очень сильно нуждался и в моём дирижировании, и в моей игре на скрипке, и вообще в моей персоне. Потому что часто при моём концертном графике, если так можно выразиться, повседневном, у меня не было уже времени не только просто остановиться и оглянуться, а просто времени для себя, как человека, просто как личности. Поэтому это время у меня наконец-то появилось, и это замечательно. И я это вижу в моём случае как что-то очень позитивное. У меня пришло очень много новых артистических идей, которые я уже реализовываю. Идеи, которые, если бы не было бы этой паузы, то я, скорее всего, почти уверен в том, что я не смог бы их реализовать. Как ты использовал время в изоляции, и как ты продвинулся, собственно, в своём творчестве? Ты знаешь, одна из наиболее важных вещей для мыслящих людей – это время именно для мыслей. Мне кажется, что когда человек мыслит, это очень важное вообще, в принципе, такое продвижение внутри тебя. То есть мыслить, чтобы было время, что-то обдумывать, как развиваться дальше, как артист, как музыкант, как человек и так далее. Это очень важная функция, когда человек может иметь возможность просто думать. Вот это основное. Дальше, конечно же, время, чтобы играть на музыкальном инструменте, на скрипке, дирижировать, изучать новые партитуры, новую музыку, безусловно. И, конечно же, под это дело это какие-то проекты новых идей, новых программ, может быть, каких-то записей, видеозаписей или аудиозаписей. Я могу сказать, что этот год для меня по-любому прошел очень интенсивно. Менее интенсивно с точки зрения моих концертных передвижений, но очень интенсивно с точки зрения идей. То есть я услышала, что, в общем, свободное время, которое у тебя появилось, ты использовал просто для того, чтобы понять, чего ты хочешь, что тебе нравится, и чтобы ты хотел реализовать в своей творческой жизни прежде всего. Мне вот интересно, какие проекты ты смог уже реализовать, которые в будущем будут интересны нам? Ну, к примеру, я могу сказать, что я прекрасно понимаю и всегда прекрасно понимал, к чему мне как артисту нужно стремиться. Вопрос это, как этого добиться. Вот, к примеру, я уже давно хотел переделать, переосмыслить, точнее, какие-то определенные технические, можно так сказать, которые впрямую связаны с музыкой, технические приемы игры на скрипке, которые, наконец-то, мне стали намного ближе по и рукам, и по мыслям. Я переделал очень многие свои собственные приемы игры на скрипке за вот этот год. Очень много нового для себя открыл в этих приемах. Я вообще, в принципе, считаю себя таким методистом инструмента. Я много раз переделал свою постановку и левой, и правой руки, и постановку скрипки. Я играл с мостом, я играл без моста, я играл по-разному, очень по-разному и разными приемами. И вот в этот год я еще раз просто пересмотрел практически всю свою техническую постановку скрипки, хотя, может быть, со стороны это не так заметно. Я изменил свою левую руку, я изменил позицию атаки моей руки по сравнению к струнам, я изменил угол атаки пальцев по сравнению к струне. Это очень для меня важный момент был, и мне понадобилось много месяцев для этого. Дальше я изменил свою вибрацию, распределение, например, силовых групповых мышц левой руки по отношению к грифу. И могу еще очень-очень долго говорить на эту тему. Изменил позицию скрипки здесь. Теперь скрипку я держу в пяти точках опоры. В общем, это была достаточно долгая, но очень интересная работа. Также изменился, конечно же, смычок, его направление движения. Что касается смен смычка, там много интересных новых для меня ощущений. Угол, как я слушаю инструмент, с какой стороны, то есть как слушаются те или иные обертоны. Что касается распределения смычка, и не только, но и что касается просто распределения веса между пальцами в момент распределения. Особенно вся система переехала больше в верхнюю часть смычка по сравнению с моей прошлогодней постановкой, постановкой, где было больше сосредоточено именно на центре и на колодке. Сейчас больше сосредоточено на центре и на конце смычка, и распределение между пальцами и весом правой руки абсолютно другое. Также не существуют какие-то определенные, появились у меня другие точки, так можно сказать, point of reference в правой руке, которые позволили мне играть другими ощущениями, другими чисто методическими средствами. Для того, чтобы это изменить, мне понадобилось примерно 6 месяцев работы. В нормальном концертном графике, наверное, у меня бы это не получилось. Но это только одна часть, над которой я работал долго, например, также в дирижировании. А можно я задам вопрос? Смог бы ты, например, написать об этом какую-нибудь книгу? Ты знаешь, я думаю, Свет, что я могу написать даже не одну книгу, а много книг. На самом деле я уже работаю над этим, просто это еще не в форме книги находится, а в форме таких дневников. Но основной дневник, он у меня живет в голове, поэтому я думаю, что если я просто возьмусь за это, я думаю, что это будет даже продолжаться не очень долго. Я напишу ее, потому что у меня уже все написано здесь. Но в принципе, вот эта методика игры на скрипке, она всегда меня очень-очень завлекала. Мне это очень нравится. С самого детства я всегда задавал себе вопрос, почему нужно так играть, почему нужно так играть, почему, вот все время почему происходит. И вот я очень много менял за свою атеистическую жизнь, менял очень много приемов игры на скрипке, и всегда они давали мне что-то новое. Я думаю, что я уже сейчас просто пришел к какому-то действительно общему знаменателю, что касается меня самого, как просто скрипача, и вот как бы момент, когда все это происходит. Я думаю, что я уже дошел практически до такой какой-то для себя точки, которая мне уже может быть даже не понадобится что-то еще раз менять. Причем я делаю это абсолютно, знаешь, для себя. Я считаю, что нужно идти дальше, нужно познавать себя. Сейчас я поставил себе абсолютно сверхзадачу держать скрипку в развернутом здесь состоянии, которое для моей левой руки абсолютно неудобная позиция. Но я знаю, что это улучшает абсолютно кардинально звук правой руки. Улучшить или еще углубить вот этот звуковой поток именно в правой. Это все делается для правой руки. Левая, конечно же, ей очень сложно работать в таком режиме, который я ей придумал. И нужно очень много физических сил. Просто физических чисто для того, чтобы все, отдача была настоящая. Просто в левой руке нужно много физической силы. Но это не значит, что нужно сильно нажимать пальцами. Дело не в этом. Просто каждая нота, которая довибрируется до конца, которая переходит в другую ноту, что для меня абсолютно необходимая вообще, если можно так назвать, деталь, но это даже деталью назвать нельзя. Это просто какая-то эпоха. Эпоха старых скрипачей, которые просто... Начинали скрипачи с того, что вибрация должна была быть передана с одной ноты на другую. Сегодня очень многие молодые скрипачи, может быть, даже не знают это. А если мы послушаем Хейфица, может быть, или Устраха, или всех великих скрипачей прошлого, так сказать, времени, мы первым делом, что услышим, по крайней мере, я, это то, что они вибрируют ноты до конца. Для того, чтобы передать вибрацию с одной ноты на другую, нужна целая гроздь таких просто приемов совершенно уникальных, которые, естественно, заставляют музыкантов работать очень много. Работать левой рукой, работать правой рукой, понимать, как это происходит, как это довести, вот этот бель-канто, как мы слышим, я не знаю, поворотик, который поет совершенно уникальным голосом, и нет ни одной ноты, которая брошена сама по себе. И ни одной ноты раздутой при этом тоже нет. То есть нет ни брошенной, ни раздутой. Сегодня очень многие музыканты, молодые скрипачи играют просто вот такими, раздувая ноты, бросая вибрацию абсолютно посередине, они вибрируют там, где им хочется, но не там, где нужно. А вот для того, чтобы определенным образом вот эту музыкальную фразу конструировать, будем говорить так, да, играть, петь на скрипке, нужны определенные приемы. Вот эти приемы нуждаются в определенных каких-то движениях, которые руки должны выполнять, как солдаты. Это один из самых сложных процессов, на самом деле. То есть интеграция вот этого пения, перехождение от одной ноты к другой, естественная интеграция с интонацией, со звуком, с переходами, все в какой-то определенной гармонии, которая сочетается, вот эти все параметры. Ну, параметры, да, как, знаете, как по приборам, нет, ну, может быть, не параметры, это неправильное слово, но какие-то ощущения, да, вот эти ощущения, которые нужно вот исполнять определенным образом. Если так не делать, то и вот это Бель-Канто на скрипке не получится. И те же самые, я считаю, абсолютно законы, а не во всех, в принципе, струнных инструментах и в голосе, и в голосе, конечно же. Голос – это тоже тот же самый музыкальный инструмент, только вот в связках. Но концепция абсолютно одна и та же. Одна и та же. И, кстати, мы вот скрипачи, по крайней мере, меня так всегда учили петь на скрипке, да? Я думаю, что ты уже… То же самое происходит у певцов, то есть певцы стремятся к инструментальности, то есть они хотят как бы играть на инструменте, но обе категории музыкантов стремятся к одному и тому же, то есть петь, петь, продолжать музыкальную фразу и как художник просто рисовать, да, вот это вот, только музыкой. Вот для того, чтобы это сделать, нужно правильно держать эту кисть, иметь правильные краски и правильно проводить. А мы проводим постоянно, проводим постоянно. И в дирижировании то же самое, у меня даже павочка. Мы проводим вот эту, вот аплазмируем вот эту материю, да, которая превращается в звук. И очень похоже, кстати, мне кажется, в дирижировании тоже. Дирижирование – это по-настоящему, это правда, серьезнейший и мощнейший музыкальный инструмент. Дирижирование. То есть это как играть на музыкальном инструменте тоже. И каждое проведение, я как чувствую, проведение руки вот в этом пространстве, да, это плазмирование вот этой какой-то сферы, даже трудно объяснить. Это не просто воздух, это именно вот эта материя, да. И вот в этой материи, это как вот скрипка, как смычок, который идет. И вот это очень-очень, и потом это отражается, естественно, через оркет, через музыкальный оркет, в случае дирижирования. В случае скрипача или другого исполнителя, это просто проходит намного быстрее и как бы уже вот на уровне тебя самого, на твоей вот какой-то вот такой кожи, на кожном уровне, да, это все проходит сразу. Вот. Дирижирование – это дальше. Ты нужно рассчитывать на… Но все равно ты должен представлять, что как будто это смычок. Вот это ты вот. Я, по крайней мере, так вот чувствую. И я вижу, что, когда я так чувствую, оркестр звучит по-другому, начинает звучать по-другому. Вот над этим я очень много работал в этом, как бы в пандемийном году. Также я работал много над моей методикой, как бы моей, ну вообще в принципе, моими какими-то ощущениями на дирижерском поприще. И мне кажется, что я пошел вперед в этом смысле. Для меня тоже было очень интересно изучать изучать, у меня появилось время изучать других дирижеров, как они это делают. Каждый дирижер делает это по-разному, но добиваются они практически все одного и того же разными путями. И вот эти пути для себя я тоже нашел что-то новое, хотя как дирижер, я, конечно, не такой абсолютно опытный, как спипач, естественно. Поэтому для меня это новая, абсолютно уникальная платформа, на которой я узнаю тоже очень много нового для себя, и получаю очень большое от этого удовольствие, когда у меня это получается. Не всегда получается. Но вот когда мы слушали концерт Чайковского, которым ты еще и дирижировал, для меня это было вообще потрясение, потому что для дирижера свести со скрипачем очень часто бывает деколаж такой, и бывает не вместе кто-то вперед, и особенно духовые. Это было совершенно идеально, я не знаю, каким образом... Спасибо, Свет. Ну, смотри, ну нет, пределу совершенства. На самом деле этот концерт по Флоренции с Оркестра оригинальной Тоскана, это был эксперимент, явный эксперимент. Я сам считаю, уверен в том, что хороший дирижер это всегда необходимое для концерта, для музыки, прежде всего, и для концерта, для скрипки. То есть скрипач нуждается в дирижере, который там присутствует. Концерт Чайковского это уже очень серьезный, большой симфонический концерт, который нуждается в дирижере. Это я прекрасно сам понимаю, по крайней мере для меня, вот для того, как я думаю о симфоническом оркестре, я думаю сразу о репетициях, которые кто-то должен проводить с оркестром, и это дирижер, это тот человек, который направляет оркестр, который рождается музыкой, рождается с дирижером, через дирижера. Это главный массовик-затейник, это дирижер. Без него, без него, как бы, оркестр не будет знать, в каком темпе это играть, и как это играть, и где, и рометанно, и челерандо, и плюс еще и солист тут присутствует, который тоже со своими интерпретационными идеями, так сказать, там выступает, и поэтому соединить, должен быть дирижер. То, что делали мы во Флоренции, это был эксперимент, который, к счастью, прошел удачно, мне кажется, вот ты мне подтверждаешь это, управлять большим оркестром, можно без дирижера, только в одном случае, если оркестр, во-первых, хороший, он должен быть хорошим, умеет слушать своих рядом сидящих коллег. КОНЕЦ Если они доверяют солисту, и доверяют самим себе, и всем, которые вокруг находятся, то есть вот эта музыка, потому что часто, знаешь, так получается, что сидя в оркестре, играя, например, на кларнете, это не значит, что кларнет в момент игры на кларнете слышит, что происходит в первых клипах. Может быть, он просто этого не слышит, он слышит свой собственный кларнет. Кто-то это должен этим управлять, и это дирижер, и управляет он через жест. Когда дирижера нет, есть скрипач, который играет, его видно, это уже что-то. Вот, например, вот пианиста, пианиста не видно. Пианиста видно только вот голову, плечи, и видишь, что пианист что-то хочет сыграть, но в этот момент он играет, а рояль, он поднимет абсолютно в другую сторону, и даже я могу сказать, это очень сложно. Понять оркестру, что хочет, например, сыграть пианист, когда он с открытой крышкой в обратную сторону, опозит уэмера, играет и так. А в этот момент мы играем, например, на страмбонах. Вот это очень сложно. В Чайковском, слава богу, таких моментов нет, и скрипка, все-таки видно, ей можно немножко дирижировать, виден смычок. Я часто говорил, вы знаете, не слушайте меня, просто смотрите на смычок. Ну, и видно солиста, и плюс я был развернут как бы к оркестру, потому что это была запись. И поэтому я сказал, а почему я должен играть в зал, когда так мы здорово музицируем? И давайте попробуем сделать запись, что я буду повернут именно к оркестру, потому что публики-то нет. Прекрасно, это очень понравилось, и, соответственно, мне уже было как бы намного удобнее в этом случае просто брать одной рукой, может быть, начинать какую-то вторую часть Чайковского или какие-то вещи. Я должен был продирижировать показатели начала третьей части без того, что мне нужно было все время крутиться. То есть я поиграл там публику, а потом взял и переключился назад и показал всю эту оркестру, а потом опять публику, как это обычно происходит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 и я мог просто, ну где-то, и своей музыкой, потому что они меня хорошо слышали, и своими какими-то body language, вот этим языком моего тела, если можно так выразить, своими движениями, я четко давал понять оркестру, что я хочу. И у нас получился такой очень удачный ансамбль из этого, я бы сказал, и все прошло очень удачно. Мы играли, слушали друг друга, оркестр слышал меня и слушал меня, слушал мою фразу, и как-то вот это в общем комплексе получилось очень интересным музыкальным опытом в конце. Я бы хотела еще вот задать вопрос. Я помню, когда была студенткой, Абрам Штерн, который является твоим педагогом, одним из, он учил, чтобы смычок звучал. Я ни от кого больше из педагогов не слышала никогда об этом. Ты помнишь об этих... Конечно, помню. Я помню еще также о другом, что он говорил, нужно говорить на скрипке. Говорить. И у него это получалось абсолютно уникально. Он правда говорил как будто словами. Это было настолько выразительно. И знаете, знаешь, научить, наверное, этому как-то можно, но просто нужно давать, наверное, просто послушать. Вот мы слушали его вот просто вот так и все. Абрам Хананча. Субтитры создавал DimaTorzok все, которые там находились, и ученики, и какие-то люди, и друзья, может быть, заходили к нему домой или в театр. Они просто слушали, как он играл. Он разговаривал на скрипке. И это, наверное, были просто реально уникальны. То есть не были, а до сих пор во мне живут эти уникальные абсолютно моменты вот этого разговора, разговора на инструменте. И там присутствовал абсолютно, там присутствовал полный набор в этом разговоре всех тех вещей, о которых я говорю, домибрируй до конца, не бросать ноты, не раздувать их, или мыслить определенным образом. Конечно, там присутствовало все, однозначно. Он показывал, пожалуйста, вот так делается. И я называю его своим педагогом, Абрам Хананча Штерна, он меня очень любил, и, в общем, я могу сказать, что он мне очень-очень много дал, Абрам Хананч, вот именно вот в этом. Я уже был как бы скрипач, который уже лауреат международных конкурсов, я был разных, но все равно вот это как бы ощущение звукоизвлечения и просто какого-то внутреннего ощущения звукового, да, оно было абсолютно уникальным, конечно же. Никогда не забуду вот нашу последнюю встречу, значит, когда я приехал, Абрам Хананч, можно я вам сыграл вторую сцену Прокофьева? Конечно, что ты говоришь? приезжай, я приехал. сел в кресло, там было бы достаточно много народу, его родственники, ученики, сейчас он уже по-другому сел в сонату, Кокофьева нанерпла. Ну, я его сыграл, сначала до конца. он прослушал, он прослушал сонату, встал, значит, с кресла, подошел ко мне, меня обнял, положил мне руку на плечо и сказал, Сережа, это было замечательно. замечательно. Так, дальше продолжаем. Это было его, так сказать, последняя лекция, которая, вот, я очень старался, я играл, я сыграл всю сону, и ничего не сказал, он сказал, что на правильном пути ничего не сказал. Ну, от Абрам Ханановича это было очень, он с таким удовольствием, когда же говорят, знаешь, Сережа, правда, ты сейчас дорогу, молодец. Ничего не сказал, ни одного слова. Он мог бы мне что-то подсказать, но он не сказал. Я просто похвалил. То мне было, значит, то есть я, значит, все, что делал, это как бы было неплохо. Ты говорила о своих экспериментах, уроках в дирижировании. В твоем новом творчестве, в новом пути развития. Я бы хотела вот задать вопрос, какие у тебя отношения с Михаилом Плетневым, потому что для меня, например, это нереальный музыкант, и он очень мало кого допускает в свое близкое окружение, а особенно кому доверяет из музыкантов. Нет, ну, Михаил Васильевич абсолютно уникальный человек, музыкант, и все, ты сказал абсолютно много, как не только я, наверное, все мыслящие люди, музыканты, которые любят музыку, просто, публика подтвердит твои слова, нет ничего, все абсолютно, это правильно ты говоришь, он абсолютно уникальный человек, который видит и слышит музыку абсолютно по-своему, гениально, абсолютно, услышит ее. я считаю его фантастическим музыкантом, фантастическим дирижером, с которым я работал уже не раз, много раз мы играли вместе, я считаю, уже много концертов, мы сыграли за все, за все эти годы, но самое главное, он тебе доверяет оркестр, я вот об этом хотел спросить. это для меня было вот на 30-летие, на юбилее Российского Национального Оркестра, сейчас, который проходил 16 декабря, сейчас, вот 20-го года, да, я получил это приглашение продирижировать некоторыми произведениями, в частности, фрагментом из Helvetic Fantasy, где играл Клетнев и Березовский, замечательно, играли, прекрасно, но и я дирижировал Российским Национальным Оркестром. Это для меня была неимоверная совершенно ответственность. Почему? По очень многим причинам. Первое, ну, потому что, в принципе, дирижировать Российским Национальным Оркестром, это огромная ответственность. В принципе, всегда. Я ему уже дирижировал. Два концерта, я выступал просто в роли дирижера, там была 9-ая Дворжика, была симфония, также на другом концерте, Мендельсон, итальянская симфония, я также играл с ними. И что я могу сказать, что, конечно, выйти и дирижировать после Плетнева на концерте, где он играет, это пристелите, РНО, конечно, для меня это был большой стресс. Но, скорее, стресс – это неправильное слово. Очень большая ответственность. Ответственность перед оркестром, перед Михаилом Васильевичем, перед самим собой. Но все прошло успешно. И мы очень, как всегда, с Российским Национальным Оркестром, мы абсолютно, как я это чувствую, мы находимся на такой какой-то очень близкой вот этой радиостанции, которая, знаете, фреквенси, вот эта частота. Радиочастота у нас с РНО очень похожа. На самом деле благодаря, мне кажется, тому происходит, что музыканты, которые играют в Российском Национальном Оркестре, и сам Михаил Васильевич, они замечательные музыканты и очень любят музыку. Вот мне так кажется. Поэтому те люди, которые находят себя вот в этой энергетике вместе, как-то получается очень удачно все. По крайней мере, вот до этого момента мы действительно очень много красивой музыки вместе сделали. Я и в качестве скрипача, и в качестве вот сейчас в качестве дирижера. Это для меня было очень-очень интересно. Да, такое выпадает не каждому. Я представляю, насколько для тебя это было волнительно и почетно. Почетно, очень-очень почетно. Я даже как-то немножко вот именно с дирижером. То есть с игрой выйти и дирижировать. Причем вот это Эветик Фантази, оно плетнев Майклорсис сказал, что нет, это ерунда, это легко. Может быть, для него это легко, но там есть два-три места в этой Эветик Фантази, вот именно вот в этом финале от 25-й цифры и до конца там есть очень несколько таких моментов весьма непростых для дирижирования. Тем более вот и когда именно даже стоишь за дирижерским пультом перед тобой российский национальный оркестр уже подходит все как бы к финалу, уже был почти финал, уже конец концерта, почти. И два таких совершенно гиганта, как Михаил Василь и Борис Березовский, с которым мы тоже в последнее время играем вместе в дуэте, играли в Петербурге и в Москве такие произведения как Крейцерово Соната к примеру или Шуберт Фантазия до-мажорной в общем мы очень мощные такие произведения брали играли очень удачно замечательный Борис абсолютно уникальный музыкант уникальный пианист и вот такие два уникальных совершенно гиганта которые играют вот эти фэнтези и я дирижирую это было здорово так Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 у меня нет денег на скрипку строгевари, но ее всегда можно купить и мою скрипку, которую я буду оставить другим нуждающимся. Сереж, что ты можешь пожелать своим слушателям? Ну, очень просто. Я думаю, приходите еще на мои концерты. Это вот единственное, что я хотел бы пожелать и следить за моей, за моей деятельностью как слушатели. То есть моя публика, я очень люблю свою публику, очень люблю тех людей, которые приходят на мои концерты. Я выхожу в зал и я чувствую, что присутствует публика, которая меня не нравится, которую я уже слышал не один раз и даже, может быть, не 10 раз, а больше. Я эту публику очень люблю и они меня тоже очень любят. И я хотел бы просто продолжать это, чтобы они приходили на мои концерты. Вот, что я хотел бы пожелать. Спасибо тебе огромное. Спасибо, Света. Ну и что ты? До скорого. До скорого. Ну вот, я надеюсь, что вы познакомились еще с одним интереснейшим человеком. Я буду рада, если вы будете писать свои комментарии и задавать свои вопросы. Будете следить за творчеством Сергея, потому что он удивительный музыкант. С вами была Светлана и мои ардиологи. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и наши соцсети. До скорого. Скажи что-нибудь. Одну минутку. Тебя не слышно. Подождите, подождите. Как бэкграунд? Сейчас я вопрос задаю. Ой, это отдельный разговор. Да-да-да-да. Слово вылетело по-русски. Неужели? Послушай, с деньгами мы разберемся. Это скучно. Будем фильтровать базар. Это правда. Ты парусником не управляешь? Управляю тоже. Управляю. Это другая история. В Кремоне ж нет вроде. В Кремоне нет. В Кремоне нет, но скоро будет. Останавливаюсь похож на какого-то артиста голливудского. Это только вот так. А так уже не очень. Ты прекрасна. Ну, отлично. Ну, все.